Всем привет! Меня зовут Дискоданцер Ронин и сегодня я хочу с вами поговорить о будущем. О будущем, конечно же, не моем, а World of Tanks 2020. Как он будет выглядеть, что будет у нас там нового, какие, может быть, механики, танки и всякое такое. Сегодня мы с вами узнаем. Замечательная новость от Wargaming появилась совсем недавно. Давайте же разберем, что там вообще интересного нам написали там. Начнем мы с того, что в следующем году наша игра, замечательная World of Tanks, празднует свое десятилетие. Уже 10 лет падает онлайн, но никак не может упасть. Игра до сих пор еще существует и довольно-таки большое количество людей она охватывает. Ну и мне вообще кажется, что вряд ли онлайн упадет когда-то до такого уровня, что World of Tanks схлопнется. Так что забудьте об этой мысли. Ничего не схлопнется онлайн, будет все время вечно падать, но игра будет жить вечно. Как минимум в наших сердцах точно. Судя по тому, что написано в новости, нас ожидает что-то поистине грандиозное, наверное, как какой-нибудь марафон на Ренегады или еще что-нибудь подобное. Но, тем не менее, начнется все это аж с весны и будет идти до конца года. Несколько будет этапов, пока не понятно, что это будет. Но это какие-то тематические этапы и связаны они будут с разными вехами в истории проекта. Ну и будет у нас куча подарков, сюрпризов. Ждет нас масса наград интересных механик их получения. Вот тут, если честно, очень страшно становится, когда написано интересные механики их получения. Вы только вдумайтесь, интересные механики их получения. Что-то, наверное, будет очень крутое, не поистине зубодробительное. Будем ждать. Будем ждать и надеяться, что будет действительно что-то очень крутое. Ну и, естественно, танковый фестиваль, который уже в этом году был у нас. Он будет еще более грандиозным на заключительном этапе юбилея. Что это значит, никто, наверное, не может догадаться. Но будем ждать. Я надеюсь, что они будут продавать грандиозно танки премиум за серебро. Вот это будет прям грандиозно. Даже лучше, чем за голду их продавать или за реальные деньги. Давайте двигаться дальше и смотреть, что же еще, какие новинки будут у нас в следующем году. Экипаж 2.0, версии 2.0. Смысл будет в том, что весь наш экипаж, который вы качали, начиная с 2010 года, он все, он исчезнет. Будет у нас только единственный командир. И вокруг него весь будет мир крутиться. Но тут, смотрите, какая интересная вещь. Написано. Мы также полностью пересмотрим систему навыков. Увеличим их количество ориентировочно до 25. Изменим систему обучения экипажа. И вы сможете выбирать, в каком направлении развивать навыки. Создавать несколько конфигураций экипажа для каждой машины в зависимости от выбранного стиля игры. Что будет напрямую влиять на вашу эффективность в бою. По скриптам, после введения экипажа 2.0, весь накопленный опыт старых экипажей можно использовать для обучения новых. Как-то вот так вот. Пока непонятно, как это вообще все будет реализовано. Но Wargaming нас уверяет, что вся механика кажется непростой. Но изменения будут происходить постепенно. Поэтому понятие использовать новые механики ни для кого не станет труда. То есть я осилю. Вы, я тоже думаю, тоже это сделаете. Также у нас в 2020 году будет переработана часть оборудования. Вот тут цитата. Часть существующего в игре оборудования не пользуется спросом и больше не отвечает реалиям игры. А вот запомните эту фразу. Она прям вообще классная. Учитывая, что они пишут, что она не отвечает реалиям игры. А допустим, вспомните сарай, который у нас есть. ИС-4, который богомерзкий танк. Т-110Е5, который стреляй сюда, ковбой стреляй сюда. Е100, который просит уже апнуть тысячу лет. И наверное в 2020 году даже этого не произойдет. Но тем не менее, оборудование внезапно стало не отвечать реалиям игры. Очень интересная логика. Продолжим дальше. Поэтому мы намерены изменить характеристики и добавить новые виды оборудования. Это не только разнообразит его выбор, но и поможет создать индивидуальный набор, соответствующий вашему стилю игр. Очень интересно, очень круто. Посмотрим, что у нас получится из этого вообще. Новое оборудование. Что там будет. Я надеюсь какие-нибудь голдовые ремки. Как он там называется-то? Блин, чертов танк, который. Фаза 1. Фаза 1. Вы уже, наверное, получили ее все. Ну, кроме меня, естественно. Там у нас уже использовалась новая механика голдовых ремок. Наверное, она будет потом. Он у всех просто. Вся бесконечная ремка. Покупаешь за миллион голды. И все, у тебя бесконечная ремка. Наверное, люди будут покупать. Какая разница? Сколько это стоит? Это же бесконечно. И не надо ее заменять по новой. Я знаю, что вы ждали этот момент. И вот он уже настал этот момент. В следующем году у нас будет тестироваться новый баланс танков. Который, возможно, изменит всю игру напрочь. Пока он еще, конечно, будет в песочнице тестироваться. Но потом, возможно, и выйдет уже на основу. Давайте ознакомимся с его кратким описанием. Нас ждет повышение запаса очков прочности у техники начальных уровней. Это мне прям вот нравится. Если вы смотрели мои стримы, я тестировал в самом начале, когда было еще, короче, первые итерации, где они просто все мапнули хп. И я понял, что это бессмысленная вообще затея. Вот на низких уровнях, до пятого, до четвертого, это прям очень хорошо сказывается. То есть жизнь ты начинаешь больше. У тебя какие-то, знаете, возможности, тактики там отработать. Не знаю, учитывая, если ты приходишь сюда просто играть в первые твои бои, ты просто не знаешь, что ты успеваешь делать, когда у тебя 100-200 жизней. А тут есть вариация какая-то выжить или пострелять в кого-то. Или как-то подумать, что надо сделать. Это прям вот прям хорошая идея. Хорошо, что они отказались увеличить запас прочности на всех уровнях и оставили вот именно такой вариант. Также нас ждет переработка всех типов снарядов и связанные с этим. Изменение запаса прочности всех машин. Изменение механики нанесения урона осколочно-фугасными снарядами. И ребаланс САУ и их снарядов. Это, конечно, мы ждем с нетерпением, чтобы опять ребаланснуть арту. Хотя я бы просто был прав, эти дурацкие, омерзительные, раздражающие. Какие еще ужасные слова я могу придумать. Наверное, у меня их больше нет. Дебильные эти оглушения. Просто они... Они просто не дают тебе жить. Они просто тебе не дают жить. Ты получаешь на 400 от арты и ты еще 20 секунд. Как дятел, просто ничего не можешь сделать. Как черепаха, ползаешь почти на всем. Надо поставить памятник этому человеку, кто это придумал. Я не знаю, кто это сделал, но он был гением в оплате. Касательно, что будем тестировать. Еще они будут статистику как-то тестировать, ЛБЗ, экономику пересматривать. Ну, это, знаете, пока, наверное, смысла об этом нету говорить. Сначала, если вот зайдет такой баланс, тогда уже, наверное, что-то будет меняться. Но пока, как бы, это, знаете, еще, наверное, только в 2025 году вот это вот придет время. Вот этого всего. Когда все будет тестироваться. Сначала надо вот допилить вот этот замечательный баланс. В принципе, есть какая-то, знаете, в нем интересная вещь, составляющая. Но пока непонятно, как это будет реализовано. Мы с вами обязательно будем играть. Появится, по-моему, в начале января 2020-го. Мы с вами обязательно поиграем в него и посмотрим, что же нас, возможно, ждет в будущем. Если вам тоже, кстати, не безразлична судьба танков, вы должны обязательно поиграть. Хоть там обычно в песочнице сидит по тысяче, две, три тысячи человек. То есть, почти там никого нету. И, знаете, такая, как бы, статистика получается. Если на серверах основы играет 500 вич, то, получается, тысяча или три тысячи человек решает судьбу танков. Так что вы должны быть в их числе. Еще нас ждет новое дерево развития. Будут убраны... Сейчас мы давайте тут тыкнем. Вот, подробнее. Будут убраны, в большинстве случаев, какие-то сараи, которые никому не нужны. И до какого-то уровня у нас будет просто одна машина идти, а потом это все будет разделяться. Ну, как бы, знаете, оно имеет место быть. Но вот тут написано так, что если вы уже этот прокачали танк, он у вас будет. Но если вы уже будете новым игроком, то вы его не сможете прокачать. Как-то вот так вот. Там, в основном, в принципе, до четвертого, до третьего уровня. Ничего такого, знаете, выдающегося я не помню вообще ни одного танка. Так что, наверное, это вряд ли как-то вас затронет, и вы будете переживать, что танки какие-то уберут. Касательно песочницы, я вам уже говорил. Да, она будет в начале 20-го года. Естественно, варгейминге я вас призываю творить будущее танков вместе. А не как-то обособлено, да, и чтобы принимало 3000 человек или 4000. Ну, хоть, ладно, хрен с ним, 9000 человек, если даже сыграет в эту песочницу. Знаете, это как бы меньшинство, это меньшинство все-таки, если от всей аудитории танков взять. 9000 это вообще капля в море. То есть вы должны тоже это делать, вы должны это пробовать и говорить, что вам нравится. Если вам не нравится, пишите об этом в этом варгейминге. Я написал, что мне не нравилось, допустим, в песочнице первой, что апнули большое количество ХП, добавили всем танкам. Зачем они там нужны, просто мне непонятно. Ну, они вроде, видите, одумались. Я думаю, они не одумаются, и это будет вообще крах и жопа конкретно. Но они одумались, и они добавят только ХПшечки начальным уровнем. Это правильно, это логично. Еще в следующем году у нас вернется линия фронта, естественно, и стальной охотник. Оба режима претерпят кое-какие изменения. Допустим, в стальном охотнике появится у нас больше вариативности. Как я понял, больше вариантов танков и вообще больше танков. Также у нас появится еще одна карта атмосферная. Наверное, по типу линии фронта белые, где-то подземные ходы, которых не существует, и всякие туннели, которых тоже 500 тысяч километров, ну, так как ты и не нашел, это золото какое-нибудь где-то там будет спрятано. Возможно, и такое будет. Режим стальной охотник будет во второй половине 20-го года, и он продлится дольше. И в нем нельзя будет потерять заработанный ранг. Наверное, статисты и крутые игроки скажут, да че там раки теперь будут на всех на рангах кататься. По-моему, это довольно-таки хорошо. Когда ты не слышишь и не боишься, что ты просрешь опять этот дурацкий ранг, ты просто его зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь. Нету, знаете, вариантов, когда ты уходишь вниз. Если хочешь там как-то пытаться мастерство свое показать или еще что-то там, играй в ранговый бой. Я думаю, это правильно, потому что этот режим больше, мне кажется, стальной охотник у всех пользовался спросом, чем ранговые бои. Еще отдельным нововведением у нас станет дополнительная система прогресса общая для линии фронта и стального охотника. Она позволит вам зарабатывать новые награды в дополнение к тем, которые можно получить, играя в эти режимы по отдельности. Как-то так. Надеюсь, что будет все интересно. Стальной охотник мне понравился. Линию фронта я, наверное, опять не буду играть. Ну, хотя посмотрим, все, знаете, может измениться. Но стальной охотник я обязательно попробую. Также нас ждет битва блогеров в 2020 году. В начале для соревнований был подготовлен Wargaming какой-то специальный формат. Я не сомневаюсь, что был формат подготовлен какой-то специальный. Я тоже не сомневаюсь. Который принесет вам множество ценных наград. Ну, я голосовал за Нирю, поэтому мне, наверное, ничего не принесет. Помимо всего этого, вы еще сможете получить в экипаж танкиста с уникальной озвучкой, которая выглядит как ваш любимый блогер. Жалко, что туда Джофф не пошел. Я бы захотел себе такого танкиста. Еще нас ждет ПВЕ-событие в 2020 году. Оно станет продолжением последнего рубежа, которое, как по мне, оказалось унылым, просто неинтересным, неиграбельным. Короче, мне вообще не зашло. Я вот три боя откатал, и я понял, что полное говно какое-то. Оно унаследует от него все лучшие игровые механики. Все лучшие игровые механики будут в нем. Ну, естественно, будут внесены различные изменения и улучшения. Кто бы сомневался. Однако, в этом варианте нашего последнего рубежа нам предстоит проводить стремительные атаки и захватывать территорию противника. И появится еще у нас, помимо всего этого, новая карта Берлина, которой будет все это происходить. Еще нас ждет какое-то событие Боевой Поход. Я бы его назвал Боевой Проход. Следующей весной выйдет долгосрочное событие Боевой Поход. Оно основано на прогрессии игрока и снабжено новыми игровыми механиками. В этой новости, по-моему, зашкаливающее количество новых игровых механик. Но никак нету ни одного такого слова, которое обозначает переработка танков старых, древних, сраных корыт, которые тысячу лет у нас есть уже и которые не играбельны. Механик много новых, но вот чего-то этого я так и не смог увидеть. Участвовать в нем достаточно просто. Вам нужно всего лишь играть в случайных боях и стараться показать максимально возможный результат. И зарабатывать очки прогрессии, ну как в принципе и всегда. Которые автоматически увеличивают ваш уровень боевого прохода. Количество заработанных очков зависит от места в послебоевой статистике вашей команды по опыту за бой. За достижение нового уровня, которых в событии немало положены ценные награды. Среди них трофейное оборудование, новый особый тип стандартного оборудования. Его характеристики можно повысить до уровня усовершенствованного оборудования. Демонтируется оно за золото, а не за бон, как стандартное оборудование. Вот такая вот интересная вещь. Не знаю, что это будет. Я надеюсь, какой-нибудь увеличитель ствола. Увеличитель ствола. А, или какой-нибудь, знаете, досылатель с вариантом кассетным. Чтоб сразу три пульки туда добавлялось. На каком-нибудь Е100. Вот это будет круто. Ну а по достижению максимального уровня вам будет выдаваться специальная нашивка, на которой будет указан ваш текущий уровень боевого прохода. Однако событие на этом не закончится, и у вас появится возможность заработать дополнительные награды. Боевой проход принесет вам массу ценных призов. О них мы расскажем позже. Следите за новостями. Вот такое интересное событие нас ждет, помимо всего того, что мы прочитали. Ну и, конечно же, вишенка на торте. Это новая техника. И у нас, как минимум, будет целых две новых ветки разных наций. Одной из них, скорее всего, станет веткой итальянских тяжелых танков. Ха, вот такие вот пирогида. Помимо того, что тут написано, самое важное, наверное, вот это. Состав ветки пока не определен окончательно, но нет никаких сомнений в том, что новые итальянские тяжелые танки унаследуют механику ведения огня от средних танков своей нации. Это будет интересно. Это будет интересно. Поистине. Ну и заключительным пунктом нашей замечательной новости будут новые карты. У нас их появится целых две. Это жемчужина река, которую вы, возможно, помните. Она была переработана в HD-качестве и перетерпела значительные изменения. Что это будет, мне страшно представить даже. Но я надеюсь, что хотя бы что-то годное. Также у нас еще появится вторая карта Берлин. Которая также будет использоваться в нашем замечательном новом событии. Последний рубеж или что-то там такое, как он там называется. Короче, во второй его реинкарнации. Которую мы будем уничтожать терминатор. Только атакую их. Вот такие вот дела. Что же можно сказать, если вообще все это осознать. Все, что нас ждет в 2020 году. Будет довольно интересно. Я надеюсь, что будет именно так, как тут написано. И, возможно, баланс будет допилен напильником очень хорошо. И все будет у нас ништяк. Куча всяких наград мы будем получать. И будет, знаете, весь год как-то насыщен всякими событиями. Ну, я надеюсь, что они все-таки не забудут про танки. Которые у нас есть старые. Которые тоже стоит делать. Не вводить еще очередную ветку танков. Которую все, конечно, будут качать. Ну, как-то, знаете. Не забывать о том, что у нас уже есть давно. И как бы не оставлять эти танки вообще как-то забытые. В архивах. Мне кажется, знаете, чтобы все было хорошо. Надо вот всегда что-то модернизировать. Нужно подводить под те рамки, которые сейчас есть. Как это вообще сейчас ощущается. Надо сделать так, чтобы любой-то танк мог взять. Сейчас вот, допустим, начать в 2020 играть. Году. И все. И чтобы он игрался нормально. То есть не надо как-то имбовости какой-то добавлять. Но нужно, чтобы он игрался нормально. А не так вот как-то уныло, неинтересно, знаете. По сравнению с теми танками, которые у нас есть, допустим. Он был просто каким-то нереальным кавом. И вообще хламом. От которого хочется плеваться. И вообще его продать. И вообще никогда на нем не ездить. И ты думать будешь еще о том, что зачем ты его прокачал вообще. Если он такой неиграбельный. Ты думаешь, что ты не прокачаешь. Все будет нормально играться. А получается, что у нас куча танков, которые просто какие-то не очень. Но они себя сейчас вообще никак не чувствуют. Вот в том, что сейчас у нас есть. То есть пришло много новой техники. Она как-то интересная. А те, которые старые, они как-то забываются. Знаете. Никто на них не играет. Никто неинтересный становится. Ну, такого не должно быть. Должно быть все, знаете, сбалансировано. Все должно нормально играться. Не восхитительно прям так. Ну, хотя бы, чтобы у вас не было рвотно-блюотного рефлекса, когда вы на нем играете. На этом танке или еще на чем-то. В целом, конечно, все прекрасно. Будем ждать. Надеяться, что все действительно так и будет. И все будет круто. Возможно, нам в следующем году даже в Хэллоуин получится поиграть. В это событие, которое они так и не смогли сделать. И что-то там пошло, как всегда, через задницу. Но это мы узнаем только уже в следующем году. В конце, скорее всего. Ну, а что вы думаете об этих новостях? Как вам они вообще понравились? Считаете ли вы их интересными? И вообще, стоит ли дальше продолжать играть? Учитывая то, что вы сейчас узнали. Пишите свои мнения в комментариях под этим видео. Мне будет интересно, что вы думаете. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Всех с наступающим годом. Уже 17-е число на календаре. Готовьтесь, запасайтесь там мандаринами, короче, оливье, салатами. С вами был Дискодансер Ронин. Всем большое спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok